Жгинами, здрасте, значит, ну, я еще хотел сказать, мы обсуждаем сейчас наиболее актуальную такая тема, по крайней межротом плане, это Украина, да, ну, я считаю, что главная проблема отсутствия стратегии у нас, понимание, что из себя представляет Украина, и что мы хотим получить в конечном счете, это будет конфликт по нарастающей, это вечный конфликт, или мы, наконец, определимся с нашими интересами? Давайте поставим вопрос, возможно ли приход к власти в Киеве в ближайшее время такого руководства, которое бы начало бы процесс нормализации отношений с Россией, я считаю, нет, кто бы не был, как бы нам не рассказывали перепития там всех предвыборных компаний, что сказал Зеленский, кстати, мне нравится, как юморист, очень нравится, у меня есть очень интересный юмор, заседание Львовского облсовета, надо посмотреть, это что-то, это еще до 14-х годов, значит, да, ну, значит, ну, в общем-то, да, это не повлияет, к сожалению, чересчур сильно в этой стране внедрились американцы, они будут использовать это как базу, как плацдарм работы против Российской Федерации, значит, нам надо поставить другую стратегическую задачу, какую? Ну, да, я сейчас буду говорить вещи и сразу оговорюсь, я не собираюсь там призывать к расчлению Украины, упаси Бог, нет, ни в коем случае, я не собираюсь там еще что-то делать, я просто хочу порассуждать о тех реалиях, которые есть, а уж кому они понравятся, не понравятся, мне глубоко наплевать. Ну, во-первых, Украина не единое государство в этническом, культурном и каком угодно в историческом плане. Когда я говорю о юго-востоке Украины, что именно на этом регионе надо сосредоточить внимание, хочу напомнить, что такое юго-восток Украины. Это целый ряд областей, такие как Одесская область, Запорожская область, Николаевская область, Херсонская область, Харьковская область, Луганская и Донецкая областей, которые исторически всегда были ближе к России. Там всегда преобладали влияния Российской империи, Советского Союза, люди, живущие там, вне зависимости от отнического происхождения, те же даже украинцы, у них даже диалект другой, суржик знаменитый, на котором даже Владимир может говорить. Я не умею. Значит, они тяготели всегда к Москве. Одновременно этот район, этот регион, скажем так, макрорегион, как угродно называть его, он всегда отличался большим промышленным потенциалом, в том числе военно-промышленным комплексом. Это именно в этот район Украины и представляет наибольший всегда интерес, потому что именно там сосредоточилось значительное количество этих предприятий, на которых опять работали люди, тяготищие всегда к Российской империи, а особенно Советскому Союзу. Что касается западной части и части центральной Украины, извините, она всегда была оппозиционна. Это два разных составляющих. И поэтому для нас очень важно определить стратегически, что мы хотим. Мы хотим дружески иметь границу, 2000-2000 километров границы с Украиной, с дружеским государственным образованием. Да или нет? Если да, мы должны построить соответствующий образом стратегии. Хочу напомнить, что за известный исторический период существовала Украинская Народная Республика со столицей в городе Харьков. Надо подумать об этом, очень серьезно подумать. Именно это население, население этого региона в свое время было по решению Богдана Хмельницкого и соответствующей Рады Украинской воссоединено с Россией. Они тяготелись на православные, глубоко православные регионы, которые всегда пытались найти защиту у России от той же речи посполитной. От этой польской шляхты, о католическом засилии на значительной тяжести Украины, которая пыталась перенести это засилие. Запад, это очень сильно напоминает нашу ситуацию. Перенести это насилие на восточные регионы, на южные регионы, впоследствии, которые контролировали, и навязать им другую культуру, другую религию, в том числе другую религию путем унии. Вот что такое греко-католическая церковь, да? Это уния. Это явление вообще-то распространенное. К сожалению, в свое время надо отдать должное католическим священникам и папам и римским. Во многие восточные так называемые церкви было навязано уния в той или иной мере. Это особенно на Ближнем Востоке. И также эта уния была навязана православным, исповедующим так называемый византийский обряд. И вот та часть украинской церкви была поглощена тогда католицизмом. И создана так называемая греко-католическая церковь. Напомню, это такой симбиоз, когда действительно внутри ты можешь там... Ну, знаешь, похоже на африканские церкви. Когда делаете, что хотите, наплевать, главное признайте... Главное, подчиняйте, признавайте главенство Папы Римского. К сожалению, я говорю, на Ближнем Востоке тоже самое. У армян тоже армянно-католическая церковь. В период киликийского влияния и так далее. У коптов и тоже есть в твоём любимом Египте. Копта-католики есть, марониты, кого только нет. Ну, католическая церковь поработает. Хотя, я считаю, что сейчас, в данной ситуации на Украине, никогда руководство католической церкви не пойдёт, чтобы... Как сейчас у нас говорят, вот сначала под Константинополь, под Стамбул, а потом под Рим. Нет, сейчас этого не произойдёт по одной простой причине. Руководство католической церкви другое. Тот же Франциск Первый, ну, ему сто лет это не надо. Это очень порядочные священнослужители и так далее. Поэтому этот регион, он тяготил к нам. И надо сосредоточить свои усилия на работе и с этим регионом. Сейчас же происходит парадоксальнейшая ситуация. Потенциал этого региона, в том числе демографический, военно-промышленный и целый промышленный, используется для чего? Для войны на Донбассе. Кто воюет, мы много раз говорили. На русском языке все говорят. Где производят всё это военную технику? На предприятиях на юго-востоке Украины. На Западе там ничего не производят. И лишь маленькая долика западенцев, я извиняюсь, воюет в составе вооружённых сил Украины. Получается парадоксальная история. Русские воюют против русских. Это катастрофа. Это крупнейшая наша геополитическая, я не знаю даже как назвать. Это нельзя допустить. Но мы допустили это. Поэтому на сегодняшний день надо вещи назвать своими именами. Шапка закидательства, мне заниматься. А очень конкретно работать. Как работать? Ну вот мы говорим о гражданстве. Слушай, можно такое... Можно. Как пример. Когда Корнилов Владимир получит гражданство Российской Федерации, будем считать, что какие-то наши законы заработали, которые всё время упрощённые принятия в гражданство. Говорим, говорим, а где результат? Что это закон такой, который принимает? А как было, так и есть. Люди не получают гражданства. И не только выходцы с Украины, но и вообще с постсоветского пространства. Я всегда говорю, вот когда, извини меня, в Израиле будущее, я всегда смотрел на Фалаша и на Ашкеназе, думал, во, это один народ? Войме. Если это один народ, то китайцы поставят, скажут, вы тоже один народ, ты с ним. Нет, это разные народы. Но у них есть критерий некий. Критерий религиозный. Если ты иудей, хоть и в Африке ты иудей, и в Европе ты иудей, всё, тебе вот-вот-вот и целое министерство абсорбации, всё, они их принимают. И сколько людей за короткое время стали гражданами Израиля? Вне зависимости от цвета кожи, конфигурации носа или географического своего местожительства. Возьми греков. Наш друг Спиридон. Когда я его первый раз увидел, говорит, так, понтийский грек сталкиваем, он говорит, да. Это сразу отличается, типичный такой кавказский тип лица, в отличие от азовских греков, похож на южных славян. Но греки как-то это решают, они тоже как-то определяют, кто есть кто, и кого надо к себе. И они практически все, кто хотел азовских и понтийских греков, уже живут или в Греции, или на Кипре. Так же и с так называемыми советскими и российскими немцами. Когда мы будем этот вопрос решать, в том числе с Украины? Можем мы гражданство им дать? Можем мы миллионам этим людям дать граждан в течение двух-трёх лет? Если да, это хорошо, если нет, то на кой чёрт вообще-то нужна миграционная служба странная? Для выдачи некоторых граждан Украины, которые защищают наши интересы здесь, что ли? И которые, я думаю, надеюсь, наши спецслужбы разберутся. Что это за спецоперация? Служба безопасности Украины контролирует Центральный разведенный управленный США. Это безобразие, когда такое происходит в нашей территории. Не нужна такая федеральная миграционная служба. Сто лет нам не нужна. А её и нет. Её нет, но она есть как управление. О чём и речь. Да. Но когда она и была, я тебе скажу, расстроена, и тоже не лучшим образом работала. Переселение соотечественников было хуже непридумчиво. Я постоянно в Думе критиковал. Миграционная политика по отношению ко всем и всё приобретала какой-то вообще ужасающий характер, когда миллионы людей приезжали с государств, которые ничего к России не имеют общего, но границы были открыты, чтобы наш бизнес зарабатывал на этом. Наверное, зарабатывал ещё кто-то, кроме нашего бизнеса. Поэтому, может быть, так и существовало. Ну что тащите русских, русскоязычных. Вы определитесь, кто такие русские на этом постсоветском пространстве. Что такое люди с русской ментальностью? Определитесь, как определились в Израиле, в Греции, в Германии. Кто эти люди? И в том числе по Украине. В том числе по Юго-Востоку Украины. Определитесь. Что же вы делаете-то? Я ещё раз говорю, откройте интернет. На каком языке командование? Развезды дирекционной группы? Ни слова по-украински. По-русски они говорят. Они русские люди. И они воюют против наших, таких же русских людей. Значит, это первое по поводу гражданства. Второе, мы много раз с тобой говорили. Ну что, трудно на приграничной полосе открыть целый ряд госпиталей для пользования медицинскими возможностями людей выходить оттуда. Конечно, скажут, а где деньги-то взять? Деньги от где взять? Прикройте Роснанан с этим, блин, предателем. Заметьте, я что сказал. Миллиарды рублей окажутся. Можно построить целую сеть больниц, госпиталей. Почему нет? Прекратите финансировать радиостанцию, которая оскорбляет президента главнокомандующего. Интересно, главнокомандующие. Знаете об этом? Знает. Знает, да. Ну, я понимаю, это форма демократии. Которая оскорбляет нашу армию, в том числе военную разведку. Оскорбляет. Не критикует. Я за критику. Это не критика. Это оскорбление. Вот сейчас я, например, Чубаси не оскорблял. Я даже его не назвал. Да? Да. Да. Значит, просто как факт, да, так сказать. Денег масса. Трихоните нашу олигархию, зажравшись, деятели. Пусть отстегнут процентов 10. В конце концов, они граждан в России или что так себе? Сколько денег в них бухали? Банки в них? Денег достаточно стране. Просто надо их использовать для государства, а не в интересах отдельных любимцев и так далее. Значит, это второй вариант. В конце концов, информационное воздействие. Вот я когда-то работал в системе специальной пропаганды. Я вам скажу так, что тогда была система какая-то. Она была, да, наверное, примитивной по отношению к чем сейчас. Я помню, когда меня пригласили в военный университет, где я был командером курсов, когда я готовил в Афганистан. И мне начали показывать некие классы. Я говорю, ничего не понял. Через еще много компьютеров, я в них не разберусь. За исключением одного осталось. Один кабинет, где авиабомбы начиненные листы. Вот, слава богу, сохранилось. Сейчас у нас в этом плане продвинутая компьютеризированная система. Ее надо максимально использовать для воздействия на этих людей. А воздействие на их людей должно быть цель пропускает. Вы, кто бы ни были в этническом потоле, вы россияне. Вы наши. Вы не ихние. Это враги и вас травливают. Когда говорят, у нас же идеологии нет. Слушай, Конституция, которую я уважаю, конечно, но написалась в Чубайсоевские годы. Шпионы у нас были в Руссоимуществе, а в других Венах в Хазе их не было. Ну, бог снесет эту Конституцию. Есть она и есть. Ну, хорошо, есть. Может, когда-нибудь их что-то поменяет. Не надо, чтобы там менять. Будет идеология, не будет идеология. Надо действовать в рамках создания такой идеологии. Вот сейчас в последнее время на телекране вышли два прекрасных фильма. Т-34 и Несокрушимые. Прекрасные фильмы. Ну, наверное, есть изъяны какие-то. Но они хорошие фильмы. Молодежь смотрит. Они должны там тоже смотреть. Несколько лет назад был, помните, фильм «Богдан Хмельницкий»? Ну, просто шикарный. Просто актуальный фильм для показа населению этих регионов страны. Надо смотреть такие фильмы. «Богдан Хмельницкий» или «Тарас Бульба». Я «Тарас Бульба» помню. Ой, извините, я оговорился «Тарас Бульба». Да я оговорился. Извините, я оговорился. «Тарас Бульба». Вот такие фильмы нужны нам. Только в новой интерпретации. И чтобы показывать этим людям, что вы наша составляющая, часть. Вы что же делаете? Идете, убиваете себе подобным. Нет, вы не это должны делать. Вы должны восстать против режима в Киеве. Когда говорят, как? Призывать к восстанию против законного правительства. Оно незаконное. Они пришли в силу в результате переворота и обмана. Это незаконно. Но для того, чтобы это население поняло, они могут сказать, ну вы же дипломатическое отношение с ними поддерживаете. А почему оно незаконное? И мы приходим к тому, чтобы прекратить отозвать наше посольство оттуда. Ну его и так, посла же нет. Ну посла... Слушай, я не знаю, как это назвать. Это посольство или нечто подобное. В здании уже осталось. Да, да. Отозвать наши все дипломатические представительства, которые существуют на территории Украины. Заявить в открытую, что мы не признаем нынешний режим как законную власть. И кто бы не был избран президентом, и какая бы не была Рада, мы ее не признаем. Все. Пока там не возобладает, что называется, здоровые силы. И вот после этого мы можем говорить населению этого региона. Вы наши, и вы не воспринимаете их. Это враги. Они против вас и против нас. А вы наши. Я не призываю присоединять эту территорию к Российской Федерации. Упаси меня Бог. Нет. Пусть будут территория. Пусть называются, как называлось когда-то Украинская Народная Республика. Составится в Харькове. Да ради Бога. Но надо вещи называть своими именами. Украина была и есть не единая. Та часть ее западная, Галицийская, как ее называют Куликов, она враждебна нам и будет враждебна. Она как рак, сейчас Мясников разговаривает, она как рак распространяется своими такстазами на юго-восток, превращая население этого региона во враждебное нам население. Это рак. Его надо вырезать. Рак вырезается на пленой стадии. Он запущен уже, как большой стадии. Вырезать и сказать, а вы можете дрейфовать на запад. Куда хотите, туда и дрейфуйте. Но у вас подальше. С вашим национализмом, с вашим антирусским отношением, ненавистью к России. Идите вы подальше кое-куда. Отправите их подальше. Все. Это реальная стратегическая задача. Ее надо делать. А делать ее могут только личности очень серьезные и сильные. Есть ли они у нас в Российской Федерации? Что есть? Вот сейчас по Сирии там идет процесс некий, по Северо-Востоку. Я вам скажу, если сейчас вот эту часть Северо-Востока мы сработаем в свою пользу, я тебе скажу, тогда Министерство обороны совершило невероятное. Почти больше 90% получится будет контролировать Дамаск, который мы поддерживаем. Это невероятная задача. Она выполнена. Она фантастическая, хотя потому что она была даже не чисто военная. Надо было, слушай, подстраиваться под дипломатические, все эти кривотолки. Вчерашний враг становился другом и так далее. Но она же выполняется. Значит, есть личность, которая может это создать, организационные способности, желание выполнить задачу. Имеем у Шойгу. Нравится кому-то? Не нравится кому-то? Я мог бы сейчас десяток министерств, где вообще ничего не делается. Есть Министерство сельского хозяйства, где было видно, чтобы Россия не закупала зерно, а продавала в огромных количествах. Который прекрасно использует эти санкции, работает и продвигает работу. Кстати, если я не ошибаюсь, введены запреты на экспорт овощей и фруктов из Молдовии за то, что они там это самое. Да, чуть-чуть мне прошла такая информация. Слава Богу, значит, работают, делают. Значит, есть люди, которые способны, да, это, Шойгу, Патрушу и так далее. Значит, найти такого человека, который занялся бы этой украинской тематикой. Я по своему опыту работаю исполнительно. Я сегодня немножко пооткровенничаю. Расскажу очень интересную вещь. Вот ты меня сегодня подстрекаешь, расскажи про Таджикистан. Я проговорился пришел, начальник управления, сказал, Валерий Михайлович Серов меня сейчас слушает, я извиняюсь заранее, так сказать, да, он говорит, все, замминистра, начальник говорит, да, я говорю, да, ну, в одном условии политика национальное перемирение должно быть. Я не буду рассказывать, как 7 или 8 раз писал заявление об уходе. Он меня спрашивал, а на что жить ты будешь? Я говорю, как, на пенсию военную. Это не депутатская пенсия, это я не мог, сейчас я отказался, она мне не нужна. А тогда у меня ее не было. Но он все смеялся, потом в один день сказал, ладно, значит, давай пиши вот такой документ, я не назову, в адрес такого-то, и за подпись этого человека сразу на подпись, то есть второй человек пишет, я так немножко заканчиваю, на первого человека. Я помню, прихожу к нему, и столбиком написано куча министров наших ведущих. Он говорит, ты что делаешь? Ведь обидится, кто последний? А я говорю, а как? В одну строчку напиши. Я говорю, так не поймите. Ну, вот этого убери, я думаю, он не нужен. Я пишу это строчкой, значит, излагая все. К чему это предшествовало? Какая дешелая работа? Я назову сейчас несколько фамилий, потому что есть у нас в России люди, и были они есть. Я помню, Серов подписывает, два силовика подписывает, уходит в одно ведомство, ну, а дальше я потом как-нибудь расскажу. Но в конечном счете это родился документ. Что потом было, это уже другой вопрос. Но этот смелый человек пошел на это. Прекрасно видеть, что перед ним человек, который, блин, просто максимально пробивал эту идею, потому что нельзя было больше нам там воевать, а мы там воевали. Мы туда деньги свои бухивали, и, к сожалению, сейчас имеем мало, так сказать, дивидендов, а дивиденды там китайцы и американцы. Ну, как бы то ни было, на тот момент, значит, приходилось эти вопросы решать. Были другие люди, я сейчас, думаю, назову фамилии, которые, хоть меня знали по сто лет, я приходил, к ним говорил. Это Ивашов Леонид Григорьевич, генерал-полковник. Первый заместитель, начальник генерального штаба на тот момент, а до этого зампосекретаря Совбеза, генерал-полковник Манилов был такой, царство небесное, Олег Михайлович Особенков, генерал-полковник, к сожалению, ушел, но он был в одном ведомстве в ранге замдиректора. Я, тех, кто жив, спросил разрешение, да, Саша Невзор, мой старый друг, сейчас тоже до сих пор работает, и многие-многие другие. Не путать с журналистом. Нет, 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 это патриот, это, мы познакомились, он еще был полковником, потом генералом, сейчас до сих пор служит, Чернов Олег Михайлович, генерал-полковник. Все они, они понимали, они шли, и нам сейчас такие люди нужны, они болтуны, которые сдвигают брови, что-то серебро, ух, и на этом все завершается. Таких, такого не надо, нам нужны сильные, мощные руководители, способные решать эти задачи. Когда, я не знаю сейчас в школах, по каким учебникам изучают историю России, но России бы не было никогда, сильным государством, большим, если бы не было имперского духа, если бы многие, и с последствия этого духа, зачастую же не шли на авантюры, я хорошо знаю, как присоединялся некий регион, не буду говорить сейчас, чтобы не вызвать там эмоции кое-какие, да, были ситуации, когда, говорит, приходит ему из Санкт-Петербурга приказ не штурмовать сей город, а генерал говорит, так, я этот приказ не видел, меня не давили, вперед штурмуем, когда захватим, тогда и доложим, что уже все сделано. Вот так разрасталось государство, так рождалось великое российское государство, потому что многие те, которые это делали, это были подлинные патриоты страны. А когда человек приходит с 10 часами на работу, и в 18 часов уходит, и говорит, слава тебе, господи, день прошел, и на том спасибо. Это не подход к этому делу, нет, ребята, мотайте к чертовой матери с этих подробностей, выгоняйте к чертовой матери, эти люди не способны, потому что есть два крайности в нашем городе, предательство, и второе, то, что мы с тобой говорим, а колебались ли вы с курсом партии, не, я с курсом партии меньше колебался, это очень удобно, слушай, да, да, дали задачу сделать, не дали, и сто лет не надо, а если дали задачу сделать так, как будто ты ее не сделал, но в то же время сделал, чтобы тебя сильно не заругали, если что. Семен Аркадьевич Богдасаров, ругатель такой, мудрый наш человек. Новости. Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232-15-59. Отправляйте СМС на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести». Семен Аркадьевич Богдасаров с нами. Продолжает свои дозволенные речи. В обиде тоже религиозная проблема, да? То, что происходит сейчас на Украине, это трагедия. Трагедия для православия, для христианства. И когда нам говорят, что у нас светская власть разделена от религиозной, да, значит, и ради Бога от религии, то и ради Бога не надо вмешиваться. Нет, не надо вмешиваться. Вот последний пример. Патриарх Иерусалимский Теофил Третий отказался встречаться с Порошенко. Вопрос. Скорее всего, этот Теофил Третий, прекрасно понимая ответственность подобного вещей, отказался от встречи с этим, как его можно назвать, я думаю, какое-то более мягкое слово, но мягких слов у меня нет. Негодяям. Это мягкое слово. С пропитой рожей. А я задаю вопрос. Работа наших дипломатов в этом месте? Извините, спасибо. А если нет? Где наша дипломатия, которая не убедила руководство Израиля не встречаться с ним? Израиль сейчас очень сильно зависит от нас по сирийскому вопросу. А у нас украинская проблема важнее сирийской. При всем уважении к сирийской проблеме. Что этот деятель там делал? Надеюсь, закупок техники беспилотников там не будет. И когда он говорил о тяжелых беспилотниках, он в Турции его собирает, насколько я понимаю, покупать. Можно поговорить с турками? Мы друзья или как? Он уже угрожает, что там кроме дживелина тяжелые беспилотники будут уничтожать, как он выражается, российские танки. Одно место у тебя не склеится от этого уничтожения. Значит, нам надо работать в этом плане. Сейчас Азат заявил о том, что есть угроза раскола антиохийской церкви. Напомню, что антиохийская православная церковь с 1939 года имеет престол. Иоанн X, значит, патриарх Востока и антиохийский в городе Дамаск. Вот уже и там пошел. Работают враги. Помпео не стесняется поздравлять. Украинских... Не знаю, ну понятно, на кого, значит, с этой так называемой церкви, да? Нормально, а что? Ординацию рушникам вручает. А мы как к этому относимся? Что мы делаем для этого? Какие действия у нас-то есть в этом плане? Будем сразу вздыхать, грозные брови, фейсбуки, где там еще распространение? Писать такие. Ага, ого! Кому это надо? Это болтовня! Нужно действия, конкретные действия, чтобы противодействовать этим... Какие я уже сказал? Какие я сказал? Вот я вчера обратился к Владимиру Войчу Жириновскому. Слушайте, они вводят уже коллективные санкции на фракции в Госдуме Российской Федерации. Если я ошибаюсь, две, да? Там ЛДПР и Единая Россия, что-то они там заявили, что... Слушайте, а самолюбие-то есть? Владимир Войч, обращаюсь к вам. Потому что ваша фракция и вы это может вопрос поднять, да? Ну, вы сделаете, вы, закон! Уголовная ответственность из тех, кто торгует с Украины. Все! Это болтовня прекратится! Эти то ли справа продают, то ли слева продают, то ли еще как-то продают. Ну, сделайте вы это! Выдадите законодательные инициативы и посмотрим, кто будет против. Ну, по идее, она должна звучать, как уголовное наказание за нарушение режима санкций. Ну, может быть, да, так. Ну, то есть, по сути, да? Да. Посмотрим, а кто будет против, тот и есть враг России и работает на киевский антироссийский режим. Сделайте, Владимир Войч. Ну, ей-богу, это будет правильно. Это будет... Это тоже шаг. Это реальный шаг к вперед для решения этого вопроса. Ну, же, трудно это сделать? А так мы будем вводить санкции. А результат, ты знаешь, этих санкций? Они как? ГСМ прекратил поставки на Украину? Они разве запрещены поставки? Да, слушай, вот я уже запрошу. Я запутал же... Вообще, кто-нибудь понимает прозрачность этих санкций? Я ничего не так и не понял. Я не знаю. Я не услышал, в чем конкретно и к какому конкретному результату они приводят. Но мы должны это делать. Я, кстати, не знаю, кто у нас в стране отслеживает эффективность этих санкций. В Америке кто известный? Мнучин, нет, Мнучин непосредственно занимается санкциями, отслеживает. Да, да, конечно. По Ирану и по нашу тоже, да? Да, да. А это министерство... Министр финансов. Финансов, да, да, да. Очень жестко отслеживает. Его вызывают на ковер в Сенат для того, чтобы он отчитывался по результатам санкций. Любая попытка что-то там изменить вызывает у них истерику. Это правильно. Не просто объявили, а потом как... Действительно, вот мы не знаем результатов этих санкций. Ну, почему Государственную Думу не вызвать человека ответственность за это? Ну, ты правильно говоришь. А кто ответственный-то? Мы не знаем ответственного. Ну, и наконец-то. Ну, ты правильно говоришь. Ну, Пампео говорит, да, там, по Ирану столько компаний там европейских прекратили сотрудничать с Ираном. А можно вопрос? Наша внешнеполитическая венса поднимет вопрос перед нашими союзниками о недопущении торговли с этим режимом хотя бы в этом рамке поддержать нас. Оно есть или нет? Да или нет? Может, оно скрытно, так, чтобы никто не знал, ну, и так далее у нас. Я бы не знал, если формировки никто не знает, но всё делается. Как делается, мы увидели. Нет, ну, когда речь идёт о подготовке к военным операциям, я могу понять, скрытные никто не знает. Да, в определённый момент. Ну, там, условно говоря, да. А когда речь идёт о вопросах введения экономических санкций, если никто не знает, значит, их нет. Значит, их нет. Мы можем это делать? Да или нет? Вот комплекс вопросов, которые нужно делать. Ну, и самое главное, должен быть ответственный, конечно, за это. Ну, не будет ответственно, оно бессмысленно всё это говорить и махать руками и призывать к чему-то. Поэтому, и самое главное, кое-кому надо подумать, что история с Украиной, возможно, только начинается. Через поколение два мы потеряем в Юго-Восток Украины окончательно. Они будут себя воспринимать как антироссийский элемент, это будет нормально. Они будут говорить по-русски, но будут ненавидеть нас. Извини. Какое покляние, когда сейчас на полном серьёзе ряд политических деятелей призывают к началу военных действий на территории Российской Федерации. Но они же впрямую являют, что Россия это колосс на глинных ногах, надо его подтолкнуть, надо перенести боевые действия на территорию Российской Федерации. партизанскими мерами, туристические и так далее. А у нас ловят их ячейку, и что делают с одним из них? Его высылают на Украину. Пишут, что поймали украинского диверсанта, и его высылают на Украину. Я что-то плохо понимаю. А это не казус Беля, когда было нападение на Крым? Ну, когда украинская диверсионная группа, и это привело к гибели ряда наших граждан, это казус Беля. Поэтому и в той же церкви мы должны поддержать сейчас все автокефальные церкви, которые выступают против этого рейдерского захвата. Ну, вот смотри, в свое время русские цари всячески поддерживали Антиохийскую православную, Константинопольскую, Александрийскую, приглашали Москву в те времена, представляешь, Москву, советовали с ними, одаривали их деньгами, мехами и так далее. А с 1907 года, если не ошибаюсь, Николай II, ежегодно Антиохийской православной церкви отправлял 30 тысяч золотых рублей. По тем временам колоссальные деньги. Хотя, значит, Антиохия, ныне, даже не хочу названия, как можно переменуть святой город для миллиардов людей, это кощунство, это, ну ладно, бог с ним, так сказать. Отправляли деньги туда, поддерживали, они хотя бы были на территории Османской империи. Аркадьевич, здесь надо быть объективным. Я, например, не могу много требовать от русской православной церкви. Объясню, почему. А от власти? Сейчас. Русская православная церковь проходит очень сложный этап. Ну реально, после отношения советской власти через этапы возвращения русская православная церковь де-факто только возрождается. И надо хорошо понимать, что те люди, которые в большом количестве в 90-е годы пошли в веру, они несут в себе и все те проблемы, которые несло общество. Мы требуем от этого института, чтобы он был на порядок лучше, чище. Но надо хорошо понимать, что есть вполне конкретные реалии. Русской православной церкви сейчас проходит сложнейший этап своей жизни. И, конечно, у них просто чисто физически не хватало времени, в том числе и на сложнейшие теософские споры с Константинополем. Потому что, если уж говорить совсем серьезно, то база вопроса, а почему вообще Русская православная церковь должна признавать вот ту ересь, которая сейчас царит Константинополь? При этом напомню, что это уже не раз было в истории Русской православной церкви, когда ему указывали Константинополь на впадение в ересь и де-факто отпадали от него. Был такой дважды. Но, когда ты говоришь, наше государство должно, а государство ведь, ну, посмотри, государство 90-е годы считало, что важно помочь возродить монастыри, храмы, здания, но государство настолько боится слишком в эту тему подходить, чтобы не было как в советское время, что сейчас пока не может найти вот этот грамотный баланс. Вы считаете, сейчас братья отправлять куда-то деньги? Я сейчас, я как пример привожу в историческом плане. Я говорю, сейчас не надо деньги отправлять. Есть дипломат, есть другие формы поддержки церкви. Это нормально? Я с тобой согласен, но просто, к сожалению, ведь эти результаты проявляются после того, как много лет удобряешь эту почву. А мы все 90-е годы вообще не занимались ничем, что имеет отношение за пределами нашей страны. Но сейчас экстремальная ситуация. Не отстоять. Смотри, они, оказывается, еще не загрессировали эту сатанинскую церковь. Они сейчас принимают закон, который позволяет религиозные захваты. Вчера Василий бедный страдал, что только 70 церквей пока удалось. Но это молох государственной... Он страдал, он как раз подчеркивает, что он канонической церкви прихожанины никогда не изменятся. Мы не должны недооценить ситуацию. Священники тоже люди. Перемолют их. Перемолют их. Если не помочь им. Там же сейчас что происходит? Вот одного уже избили. Не пустили. Ну, то есть, там все понятно. Поэтому мы должны... Мы не можем сказать, вы сами как-то выкручиваетесь и только возмущаться и так далее. Мы должны принимать в этом участие. Я считаю, настало время, когда ведущие иерархи, ведущих автогефальных православных церквей должны быть приглашены в Москву. Как по приглашению, естественно, руководства... Это же не кажется, что время собора наступило? Да, я к чему... То есть, ситуация в православии такая, что время реально... Собор без Константинопольского... Не хочет Константинопольского артихриста. Пусть не приезжает. Не надо. Пусть не приезжает. А всех остальных надо собрать. В Москве. Дамаске. Не суть важно. И осудить все, что-то произошло. А в Москве, если пособерутся, наше высшее руководство обязано встретиться с этими иерархами, пожать им руку, посидеть, поговорить. Какие проблемы есть? В чем можем помочь? В чем не можем помочь? Ну, нужно что-то делать, работать в этом направлении, а просто смотреть как... Прости, я что-то не заметил. А кто-нибудь из наших либералов, которые пеной изо рта исходили по поводу часы патриарха, квартиры патриарха, которые говорят только РРПЦ, и называют патриарха исключительно по его фамилии. Хоть один из них, хоть слово сказали по поводу Мишки Денисенко, по поводу Епифания, по поводу вот этой вновь появившейся сатанинской церкви. Слышно, хоть слово критики от них? Не, ну что, они его поддерживают. Слышно, хоть слово критики. Они поддерживают, обосновывают, что это все так, вот исторически так сложилось, вот все правильно, ведь вот тогда-то, 333 года назад, как Порошенко, вот было так, а сейчас это правильно. Приводят пример польской православной церкви. Они тоже же так отошли. Это некий, в кавычках, твой друг на радиостанции. Да, мой друг мне нравится. Да, в кавычках. Спрашивают, почему Россотрудничество не работает, почему не дает бюджет уже десятилетия. А потому что не факт, что оно должно работать в этом виде. То есть здесь же надо еще найти формы, которые приводят к результатам, спрашивать за результаты. Конечно. Если результата нет, человек должен уходить с должности. Выгонять его на... Если человек говорит, что у нас нет достойного финансирования, мы не можем решить эту задачу, значит, приходится говорить. Ребята, давайте так. Эту задачу можно решить только если так, 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 правильно? Очень достойные люди, понимаю. Но когда их стоит такое положение, что они чувствуют, что они могут решить задачу, это же печально. Тогда он приходит, как если вот, 10 часов, уходит в 18 часов, и говорит, главное... И чувствует себя ни в чем не виноватым. Ни в чем не виноватым, зарплату дают, и все хорошо, глядишь, завтра послом куда-то пошлет, или еще что-то пошлет. Лучше бы что-то пошлали, чем послом. Ну, мне вообще просто кажется, что у нас, в принципе, проблемы с отсутствием личной ответственности за результат. И не только по Украине. По советскому пространству тебя радует? Результат по советскому пространству раз. А если говорить конкретнее, по Украине два. По Украине. Результат... Ну, посмотри по всему. Рост экономики где? Борьба с бедностью где? Всюду же есть профильные министры. И кто-то даже отвечает. Всюду есть кто-то там, вице-премьера, который отвечает. Но есть какая-то система. Ну, надо же понимать. Я просто... Да, вот губернатора смотрим. Не встретил показатель в отставку потери доверия? Да, надо к министрам федеральным такое делать. Конечно. Не можешь работать? Это должно быть распространено на все структуры власти. А то бодрый доклад, а внизу что творится, это уже как бы бог с ним. Даст команду сверху, мы сделаем. Не даст. День прошел, слава тебе, Господи. Так, все у нас нормально, все прекрасно. И никакой инициативы. Кому надо? Мы мало даем информацию. Вот сейчас появилась информация по этой гражданке Бойко. Да. Выясняется. Ну, там целый спектр. А что, нельзя было сразу дать? Оказывается, Бойко сама выбрала депортацию в Харьков. Она могла выбрать, потому что, как она заявляла, у нее есть паспорт и польский, и венгерский. И она могла выбрать депортацию, извините, и в Донецк, и в Луганск. Но она была почему-то... Почему я не понимаю? О чем речь? И выяснилось то, что к ней очень сложные отношения. Ну, я цитирую статью, которая была по-моему, в Лусомольской правде. И там вопрос, что вообще, а чем она занималась? И почему она в течение такого времени нарушала в России осознанно миграционные законодательства? Не регистрируясь, ничего не делая. Ну, даже дело не в ней. Были до этого случаи другого. Речь идет не про нее. Речь идет о том, что изначально, если у нас есть подозрение, что она агент, давайте ее здесь судить и расследовать. Я просто считаю, что вообще не надо туда выдавать. Их не надо воспринимать как что-то. А если вы еще поймали их агента, только лучше. Слушай, Мараткова в свое время выдавали нам, Илюшу Пономареву выдали нам. А нам никогда никого не выдает. Киселев, который НТВшник, вот этот нам выдают. Ну, его, как я понимаю, не требовал никто к выдаче. А почему не требует? Ну, потому что он не нарушил, судя по всему, по нашим законам ничего. Против него возбуждены уголовные дела, вот и не требуют. Здесь же логика простая. Но даже эта логика бы не работала. Я как пример. Ну, они же вытаскивают. Ну, по запросу другой. Вот сейчас выдали очередного россиянина из Болгарии по запросу Соединенных Штатов. Так? А когда надо, они просто берут, жестко похищают. Когда мы с тобой слышали, чтобы кого-то взяли и выдали. Слышали. Довольно давно, но было. Там по испанскому делу. Сейчас выдали замминистра, да? Да, да. Французскому делу. Но, когда речь идет об Украине, нам включают дурака, как правило. Так же? А что, у нас нет возможности самим провести операцию? Это я про то. А что операцию проводить? Слушай, Владимир, а когда люди, которые, как я сказал, проводят вот такую клеветническую вопросу, они ездят туда, оттуда вещают, потом приезжают в Москву и тут вещают. И что? Выдавайте-то, что их там где-то сами? Они сами тут находятся-то. Нормально все. Все хорошо. Еще деньги Газпром отстегивает. Что плохого-то? И самый важный вопрос. Ну, смотри. В Америке взяли и арестовали гражданина России, которого подозревали в том, что он нелегально закупал в Америке технологии и аппараты, которые могут быть использованы в Министерстве обороны. То есть обороны. Для военных целей. А у нас что происходит? Мы вообще о чем? Мы просто о чем? Вот объясните мне. Мы ведем санкции против подставок, которые идут на укрепление украинских вооруженных сил или нет? Семен Аркадьевич миллион раз задал этот вопрос. Мы контролируем поставки там всего. Двигатели, спасатели, ГСМ. Нет. У нас вообще это нет. Ну, ты же сам правильно говоришь. А потом мы возмущаемся, когда они обстреливают Донецк или начинают что делать. Это вообще о чем мы? Ну, ты же правильно сам говоришь. Кто у нас отвечает за это и какая отчетность должна быть? Я не знаю. Поэтому их все не знают. Но если мы до недавнего времени закупали продукцию машиностроения, металлургическую продукцию на Украине, что тесно связано с военно-промышленным комплексом, можно вопрос? А кто закупал? Закупает ли сейчас? А это ВПК. Честнее, чем образом связано без машиностроения и металлургии не может быть ВПК. Значит, мы что? Способствуем развитию военно-промышленного комплекса Украины, государства враждебного нам, используя вооружение, в том числе для убийства на Донбассе и для провокации, как они заявляют сегодня-завтра Россия наглядена как так и так далее. Можно это все услышать? Кто отвечает? Главное-то. Вот вся проблема-то в этом. Не найдешь концов. Не, ну, слушай, пора. Ну, согласись, ситуация непростая, да, по сути, да. Существует государство. Наше государство, российское государство, которое подвергается серьезным давлением со стороны Запада, в том числе, если используют марионеток в Киеве. Серьезнейший процесс, который каждый день там обстреливают, значит, на Донбассе людей, они гибнут, провокациями занимаются. А как... За четыре года Великой Отечественной войны взяли Берлин и разгромили фашистскую Германию со всеми ее сателлитами в Европе и так далее, да? За четыре года. Что сделано с 2014 года в этом плане по отношению к этому режиму? Можно вопрос? Ничего. Санкции только начали вводить на пятом году. И на том спасибо. До сих пор мы не знаем эффективность этих санкций. На чем ездит бронетехника и просто автомобиль в зоне конфликта? Ну, нету месторождения нефти на Украине, по крайней мере, в промышленном масштабе. На чем? Кто поставляет? В том числе наши союзники. Кто поставляет? Мы сейчас у них большая проблема с боеприпасами. Да? Потому что вышли уже по срокам боеприпасы. Они рыскают. Восточная Европа поставляла. Рыскают на постсоветском пространстве. Кто-нибудь продает им? Если продает, можно услышать эту страну? Она дружна нам? Или да, или нет? А затем сейчас вот идут эти переговоры опять по поводу транзита газа через Украину. Ну, с этим вообще, слушай, американцы нас просто загоняют в угол, чтобы вы торгуете с ними все. Вот по Северному потоку 2, да, там известный случай с немецкими компаниями. Получается, что мы из-под палки начинаем работать, что ли? Да нет, но сейчас они еще будут определять какую цену. Нет, американцы понятно, что делают. Хотя, напомню, сейчас американцы закупили, да, и танкер с нашим жиженным природным газом пришел в Америку. Ну, слава тебе Господи. Нет, он пришел в Америку. И у меня возникает опять вопрос. А мы за деньги все что угодно готовы делать? Получается так. Ну, вот они против нас вводят санкции. А мы им каждый раз говорим, а мы вот... Ну, давайте, пожалуйста, определимся. Я не понимаю, почему очень важны орудия и санкции мы не используем красиво. Сто раз говорили, да? Вот с Европой у нас же разные отношения с разными странами. Один режим санкции, там, скажем, с Британией, с Польшей, а другой режим санкции может быть... С Италией. Ну, там, Италия, но кроме Италии, извини, там, Венгрия есть неопределившаяся, да, там, что там Чехия есть. Что касается, на поток конструктивно, конечно, германия. То есть, много же есть вариантов. Например, Сербия сейчас показывает свое отношение к России. Да, там, 130 тысяч человек вышло приветствовать Путина. Какой вариант? Такой же, как и Болгария? Не, я просто хочу понять, мы, Сербия, что хотим предложить? Мы можем предложить? Кроме трубопровода. Ну, представляете, что было бы, если бы мы действительно обратили внимание на Сербию и максимально этим бы занялись? Это была бы очень хорошая картина. Не, ну... Точная должна быть работа по отношению там, где есть, могут быть друзья, и там, где просто не могут быть поопределившие. Мы возвращаемся на Кубу или нет? Мы систему отношений с Кубой выстраиваем или нет? Или на Венесуэле разворачиваем свои базы, да или нет? Мне нравятся эти планы. Мы выстраиваем отношения в Юго-Восточной Азии или нет? Мы беседуем с Вьетнамом или не беседуем? Наш опыт подсказывает, мы не можем ставить на одного партнера. И даже если нам кажется, что Китай, это вот, ну, давайте будем реалистичными. Давайте будем реалистичными. Китай имеет сложную систему отношений и сложную историю отношений с Россией. Вот сегодня мирный переговор с Японией идет. А мы что, такие наивные, что можем поверить хоть одному обещанию, которое оттуда шло? Когда уже, я не буду говорить в неком должностном лице, они уже рассуждают, как быть с населением этих островов. Нет, я просто хочу понять, что Япония не вела режим санкций против нас? Что сделала Япония для нас? Вот я просто хочу понять. Перед этим не надо не говорить про деньги, что Япония поддерживает там санктивы, где-то что-то. Вот где это Япония? Какая система на соотношении с Японией? Ну, давайте смотреть по делам. Япония, мы хорошо знаем, да сама не может определить, где быть или не быть американской военной базе. Мы же на полном серьезе верим, что если у них будет возможность у американцев разместить на Курильских островах свою военную базу, они хоть на секунду будут медлить. Да именно плевать на то, что там им говорили. Мы же помним, что проширение НАТО на восток. И деньги, да, которые грабочат. Да вообще наши территории, территории возвращены были кровью и потом наших военных. Ничего никому не надо отдавать. Все, что у нас есть и есть, это наши предки вернули. Пока мы только вернули свою лону изъездность Крым, пора развивать эту тему дальше. Вот когда мы вернем все, что можно вернуть, то есть Юго-Восток Украины, тогда, может быть, чуть-чуть стоит успокоиться. А то кому-то что-то захотелось. Мало ли кому-то что-то хочется. Американцы в свою доктрину вносят базовые изменения, которые сводятся к тому, что вплоть до проведения наземных операций, если там ракетные установки, которые теоретически могут оказаться для них вредны. А мы что? У нас по всем границам уже это сейчас, да? Давайте, вот как бы граждане родники, давайте просыпаться. Семен Аркадьевич Багдасаров был с нами в этом.